Республиканский день профилактики травматизма объединил задним столом медиков, правоохранителей, руководителей общественных объединений. Главный вопрос, как сделать так, чтобы проблема была не столь актуальной. Сегодня для ее решения задействовано большое количество ресурсов. По области каждый год происходит где-то порядка 19-20 тысяч травм у детей зарегистрированных. Если говорить про наш город Брест, то только наш травмпункт где-то порядка 12 тысяч принимает. В год маленьких пациентов из них около 1100-1150-1200 проходят стационарное лечение. К сожалению, острой сегодня стоит проблема детского травматизма по причине выпадения из окон, а также тема гибели на воде. Как показывают цифры статистики, во многом эти ситуации стали возможными из-за недостаточного родительского контроля. Случаи такие, знаете, как было пиющее, я бы сказала, потому что причинами гибели явилось ведро с 30-сантиметровым уровнем воды. Далее два случая, это на подворье декоративные водоемы, которые были, и один случай еще, который произошел с малолетним ребенком, это тоже яма прикрытая была каким-то там средством, и ребенок тоже провалился. То есть эти все три случая, конечно, вызывают со стороны нашей тревогу в том плане, что на подворьях находятся емкости с водой, это могут быть различные ванночки, различные ведра. Для детей возраста такого это довольно-таки опасно. Поэтому со стороны взрослых должен обеспечиться достойный качественный контроль за своими детьми. Обучать безопасному поведению ребенка начинают с малых лет. Сегодня уже в детских садах работают здоровье-сберегающие программы. Малышам рассказывают об опасности, которые несут те или иные бытовые приборы, а также наглядно показывают, к чему приводит обычная детская шалость. Продолжаются такого рода обучения уже в школе. Здесь ребята проходят подготовку по правилам дорожного движения. Для этого в отдельных учреждениях даже разработаны специальные факультативные программы в форме игры. Одним из элементов профилактики дорожно-транспортного травматизма является внедрение в качестве обязательного элемента для транспортировки детей удерживающих устройств, а также обязательное присутствие на одежде или рюкзаке ребенка свето-возвращающего элемента. Однако многое зависит и от того, как работают с детьми родители. И собственный пример в этом случае будет не лишним.